Мы на месте. Мы приветствуем Ингу. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она как-то шепчет, я доверю. Она очень тонкая, почти прозрачная. У нее в области груди какой-то куб тяжелый такой. Он идет наверх, закрывает, но он прозрачный. Я вижу, как ей тяжело, но я могу видеть сквозь этот куб и ее тонкие тела. Хорошо, скэнер. Просканируй сейчас Ингу, выведи этот куб, выведи и все, что с этим кубом связано и эту оболочку вокруг нее. Отключай все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы и как все это выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Он врос у нее этот куб. Скэнер выведет. Готов. Итак, Инга, вы меня слышите? Слышу. Вы даете свое согласие, Надя, на проверку, на чистку. Мне стыдно, но мне кажется, я сама к себе пустила. Согласие даю. Хорошо, мы будем разбираться в этой ситуации. Скэнер, на, до начала работы дай мне полунту души Инги на настоящий момент. 88. 88 процентов, 12 процентов души у вас не хватает. Итак, даю команду на счет риск. Скэнер сканирует пространство над головой Инги под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Инги, находит все. От этого куба выстраиваются каналы и притягивает ответственным за этот куб. Если таковой есть, притягивается в клетку тюрьму. Мне притянулся ящер, притянулся гуманоид, кубу, хамелеон, инкуб и демон. Какой? 14. 14-герцовый демон. Хорошо. Какой у нас ящер, Вера? Посмотри. По 12. Гуманоид. Откуда ты? Верховного офиса. Сириус. Сириус, хамелеон, инкуб и демон. Мой первый вопрос ко всем, у кого есть контракт или договор с Ингой. Над клеткой ответственного, если таковой есть, загорается красный маячок. У кого контракт? Здесь ящер идет, демон ждет что-то. У него как замороженный контракт. У демона замороженного ящера активный. Два контракта, я полагаю, да? Да. Энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним и усилию потоки в 50 раз. Сколько ящер находится в этом биополе? 14 лет. Какая причина твоей подключки? И тем более заключение контракта. Тебя кто-то вызывал, тебя кто-то просил прийти? Просил. Страх был. Опиши эту ситуацию, чтобы я ее понял. Кто просил и о каком страхе мы сейчас говорим. Он показывает ее. Поймал он ее в этот куб. Да, но как он ее поймал в этот куб? Против ее воли. Хочет уйти. По ее воле. Против ее воли. Что значит хочет... Она хочет уйти и не проснуться. И в этом переходном состоянии он поймал ее в этот куб. Сказал, хочешь уйти, иди сюда. Живи здесь. Вот как. Инга, конечно, нам об этом не рассказывала. Кто ответственный за мысли о самоубийстве? Над клеткой ответственность. Загораются маячки. Откуда это желание? Это желание полностью переместиться в этот куб. Кто навеивал эти мысли переместиться в этот куб? Демон твоя работа. Гуманоид контролировал. Ах, гуманоид. Из главного офиса, который этот гуманоид, да? Работник офиса. И сколько ты находишься, гуманоид? Сириусом. Условно, Сириусом. Мне кажется, 14 лет. Ты работаешь на ящера? Да, он поддерживает дом души, он это называет куб. Ты была ответственна за эти мысли о самоубийстве. Зачем ты это делал? У нее уже были попытки самоубийства. Да, контроль всех тел, включая физическое. Еще раз, контроль чего? Всех тел, энергетических, включая физическое. Ты понимаешь, что это массивное воздействие против любых законов. Я согласен. Это твоя... У нее, кстати, в куб вернулось какое-то смирение туда. Да. Идет. Реверс закончился. Отлично. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Инга забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они изъяли до последней капли, возвращает Инга себе обратно, она хозяйка своей. Энергии возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Хамелеон, сколько ты находишься в этом биополе? Год и три месяца. Инкуб. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? Восемь месяцев. Восемь. Почти. Хорошо. И 14-герцовый демон. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? Он три года вокруг нее ходит, два конкретно в ней поджидает с контракта. Какой контракт ты хочешь с ней заключить? Он показывает книгу. Контракт есть. Я спрашиваю содержание. Какие условия этого контракта, которые ты хочешь заключить с ней? Воложок там есть. Вот давай об этом поговорим сейчас более конкретно. Итак, мы сейчас говорим о магии по родовому, на родовом уровне. Прописано в контракте. Открывать и читать нужно. Контракт этому более 320 лет. Кто-то продал в роду все свое последующее поколение вашему миру или как это понять мне? Здесь с ней контракт она и заключала. Она заключала более 300 лет назад контракт с демоническим миром. Да. Она что-то просила от вас, она это получила. Получила. Силы просила. И в этой жизни ты хочешь забрать должок. Силу дали. А дальше? У нее же было много воплощений за последние 300 лет. Я так полагаю. Два как минимум. Ты тоже присутствовал в тех жизнях. Откладывает она контракт. Передвигает. А уйти должна со мной. Я жду. Ну тут все хотят, чтобы она ушла с ними. Ящер уже часть души наверняка. Это она и делает. Убегает от меня уже какой раз. Понятно. А куда бежит, не знает. Будем разбираться. Мы сегодня по-любому будем все вытаскивать и разбираться детально. Как у нас с реверсомера? Закончить. Хорошо. Итак, сканер дай мне полноту души на настоящий момент у Инги. 91. 91%. 9% я полагаю находятся в копии или гуманоида или ящера. Хранилище ящера. Тогда начинаем с вытаскивания прежде всего того, что осталось. Вот демон, скажи мне, где присутствует лярвовая биопуля? С таким воздействием они должны быть. На горло он показывает. Щитовидка. Горло, щитовидка. Еще что? Живот. Руки. Сердце. Ноги. Руки, ладони. Почему у нее ладони черные, объясни мне? Что она делает? Или у нее просто там энергия собирается, скатывается в руки? Или она руками что-то делает? Делала руками. И как мне узнать, что она делала руками, для того, чтобы ей объяснить причины демон? А вы называете это генетическая память? То, что она делала руками. То, что она делала руками заключено в моем контракте, было доносило ей через руки. Мы говорим опять о магии или мы говорим о работе с чем-то, с какими-то силами? Нашими силами демоническими. Я просто у нее спрашивал, не занималась ли она магией. Она мне ответила, в этой жизни она этим ничем подобным не занималась. Я про контракт говорю. Иначе это было в прошлой рейтинге. 320 летней давности. 320 лет контракту. Приличный контракт, хороший должок должен быть. Итак, Еван, давай начнем со следующего. Ты сначала выходишь. Она пытается договориться с космическими, убегая от меня. Из одной ловушки еще в другую бежит, да? Там видишь. Вижу. Давай сделаем так. Ты выходишь сейчас, снимаешь все, что я оставил в ее биополе. Ты на месте докладываешь, что ты все снял. Я даю тебе разрешение на лярвы. Они тебя интересуют? Да. Хорошо. Давай, выходи, снимай все. Докладывай. Вот такие наши кармические долги, Инга. Избавиться хочу от него. От долга. Не знаю как. Только аннулированием контракта. Точно так же и ваши 9% души, которая отсутствует, мы можем вернуть только силой вашего намерения. Ну, значит, я в правильном месте. По-любому. Демон все снял. Мы разбираемся в этих причинах. Демон, разрешайте забрать все лярвы, снимай, возвращайся назад, приступай. Готов. Инкуб, выходи, отключайся, снимаешь все, что ты оставил в ее биополе. А что ты оставил в ее биополе, Инкуб? Накидку? Подключки? У него ремни какие-то, которые сходятся на желудке. Соединяются, вернее. Понятно. И он тянет в этом месте. Понятно. Он чистой энергии забирает или он еще как-то воздействует на восприятие Инги другими людьми, другими душами? Как они ее видят? Холодно. Они видят ее холодной. Нет, у нее холод в глазах и отчуждение. Боятся они ее, не понимают, нечеловеческое видят внутри. Понятно. Это связано с твоей подключкой? Не только. Я лишь усиливаю. Все понятно. Здесь целый комплекс. Ну, Инга, хороший восприятие. Но он показывает, как он усиливает этими ремнями. Он сидел. Хорошо. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? В сердечной чакре? Да. Как ты воздействовал? Как ты ее менял? Какие цвета ты у нее забирал? В ней так пусто. Он усиливал эту пустоту. Эмоции. Он на эмоциях играл. Ну, это и его чистота. Он усилит любую эмоцию в несколько раз. Стеснял. Хорошо. Скэнер просканировал сейчас Ингу на чистоте ящера, гуманоида и их подключки. Не осталось ли что-то незамеченным в ее биополе, что мы еще не вытащили? Пошел процесс. Находишь, выводи сразу. У нее такая воронка появилась, белая, по всему телу и внутрь уходит, в ноги вниз. Кто ответственный за эту воронку? Гуманоид. Хорошо. Воронка сила моего намерения выходит из ее биополя полностью, все свои энергии вытягивает вместе с собой. Это вибрации, на которых он держал ее, его вибрации. Выдавливаем это все, все выходит, формируется в шар. Готово. Отправляю этот шар в клетку-тюрьму. Выстраиваю прямой канал от Инги. И по этому каналу Инга отдает все негативное, патогенное, низкоэбрационное, чужеродное. Что она получила от этой воронки? Пошел процесс. Усилию все в 50 раз. Все отдаем назад. Там ее какие-то действия и реакции. Они такие очень как резкие, острые. Вибрирует вот эта вибрация, все идет назад. Понятно. Готово. В тонале фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса Инга забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все материалы, все родные энергии. Все, что на ее чистоте находится, по праву забираем назад. Усилию потоки в 50 раз. Что возвращается, Вера? Разум, спокойствие и дыхание спокойное. Понятно. Готово. Рассинхронизацию мы по-любому сейчас не проведем из-за контрактов. Я обращаюсь сейчас к Инге. Инга, у вас как минимум два контракта или договора с ящером, гуманоидом и демоном. Вы готовы расторгнуть эти контракты? О да, больше, чем готовы. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Инга взяла ответственность за свою жизнь в свои руки и выразила это намерение. Я говорю в слухе, я тонкая копия повторяет за мной. Я. А также всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят, активно и подсвечиваются. Ну, у нее этот куб, как контракт светится и книга, которую показывал демон. Пусть повторяет за мной. Внутренняя власть у моего суверенного я. В свободе воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. У меня открылся канал к этому кубу, и ей возвращается энергия через куб к ней. Отлично. Часть души. И в книге с демоном у нее есть один процент. Именно это и держит ее столько жизней. Это один процент. Демон говорит, что она должна вернуться и закончить там, где начала. А она возвращается и пытается убежать. Демон. Пока действует. Перез другие цивилизации. Ты это говорил, да. Но пока у души есть право свободного выбора, она имеет право аннулировать любой контракт, пока она жива. Соответственно, мы выполняем ее волю. И никто не имеет права ничего сделать в этом отношении. Она забрала часть из книги, и через куб ей вернулась. Открывая воронку в галактическое ядро, все аннулированные контракты вместе с их фантомами уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Скэнер, дай мне полонту души, Инги, на настоящий момент. Вот к этому мы ищли, Инга. 100%. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию Инги с ящером, гуманоидом, этим кубом и их оболочкой, хамелеоном, инкубом, демоном и воронками. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Она руки расставила и ноги, и у нее свет вернулся, который к ней сияет внутри. Хорошо. Готово. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Инге и помогаю моей энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает все каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Итак, проверку все прошли. Мой вопрос в следующем. Кто из вас присутствует в квартире Инге? Демон. Присутствует. Хорошо, Демон. Сегодня у меня нет заказа на чистку квартиры. Если он поступит, я через пару минут буду в этой квартире. Если я в этой квартире найду тебя, у нас не будет такого милого разговора в следующий раз. Я тебе рекомендую зайти через портал в квартиру, вытащить все, что ты там оставил, чтобы я тебя не притянул. Тебе понятно? Понятно. У тебя нет оснований больше здесь находиться. Но я могу тебе отдать в дорогу эмоциональный фантом, который тебя так интересует. Хочешь получить? Давай. Выходит эмоциональный фантом Инге. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные энергии. Все это низкоабрационное, ежесгенерированное проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Как он выглядит? Но он какие запутанные круги серо-черные. Серо-черные круги. Инга, эти энергии вы сами сгенерировали. Это ваши чувства. Здесь вам уже никто не мешал. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Готова. Сворачивать энергии в шар. Забираешь демон? Забираю. Отправляю демон. Готово. Хорошо, все, я закончил демон. Я тебе сказал, что нужно будет сделать. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб. Больше в твоих услугах здесь не нуждается. Ты больше не приходишь в эту биопулю. Все понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Хамелеон, то же самое касается тебя. Больше не приходишь. Все понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте хамелеона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, посмотри, пожалуйста, ситуацию. У меня здесь находится ящер 112, 14 лет сидел. И гуманоид Сириуса, главного офиса, как он сам выразился, тоже 14 лет сидел. Вытащили мы куб, в котором находилось 9% души. Здесь не исключена ошибка самого человека. 320 лет назад он еще дополнительно заключил контракт с демоном. Мы это все аннулировали и аннулировали контракт. То есть этот куб вытащили из него 12% души. Все вернули, сейчас 100%. Проверку соберем. Благодарю тебя. Что делать со всеми этими артефактами? Уничтожить. Открываю воронку в галактическое дро под этим кубом и оболочкой. Все это уходит на переработку вместе с воронкой гуманоида. На переработку в чистую периодичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Поехали дальше. На счет 3 запускаем процесс активации идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. Аналерианка. Ей нужно это знать. Энергии лиры помогут ей. Излечить ее физическое тело, наполняясь ими, распределяя правильно, соединяясь с лирой, она сможет помочь в своем излечении. Благодарю за эту информацию. У нас много встреч с кураторами с лирой, где они рассказывают о своих энергиях. Мы рекомендуем Инге посмотреть эти видео во встречах с кураторами. Эта информация будет ей наверняка полезна. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Инга, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую, радостно, уверенно, наполненно, здорово. Отлично. Оставайтесь на этих высоких вибрациях. Будем возвращать вас назад, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для освоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Инги в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Включаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует...